От размеров чешуйки ток эмиссии зависит маленькая, полмикрона или 100 микрон. Основным параметром, который определяет вольтамберную характеристику и ток эмиссии является коэффициент усиления. Коэффициент усиления электрического поля, конечно, зависит от размера. Он зависит, но для трубок это было отношение высоты к диаметру трубки, а для графена несколько более сложная, потому что там три координаты. Но вот расчеты показывают, что, конечно, зависимость есть. — Вы просто сами словами, чем крупнее чешуйка, тем эмиссия больше или меньше? — Нет, значит, если чешуйки одинаковые, ну вот, с печетных коробок вот такого размера, то ничего не изменится. Значит, при тех же приложенных напряжениях эмиссия будет такая. Но если вы только одну координату изменяете, например, высоту, то у вас только эмиссий будет больше, потому что больше коэффициент усиления, больше искажений электрического поля этим объектом. — Коммеронным нанотрубкам. Их кольцы бывают открытыми, а бывают закрытыми. — Да. — Мы это детально исследовали. Там изменение коэффициента усиления незначительное, несколько процентов. Поэтому можно считать, что с такой точностью, с какой мы можем обработать нанотрубку, они все одинаково имитируют разные структуры. Мы разобрали круглую структуру, потом коническую структуру, потом сверху плоскую. И результат примерно близкий получается. — Температуры были указаны до 5000 градусов. Это где температура? — Нигде. Формальный расчет, конечно, таких температур не бывает, но и видно, что вот эта точка, она уже не при 5000, а при 4000. Так? А точка устойчивости при 2000. Вот эта точка, она неустойчива. — Нет, а реальные температуры какие-то могут? — Ну, при 2000 работают эмиттеры. При 2000 все держится. — Вот у вас для нанотрубок, у вас был когда-то расчет максимум, скажем так, погонной эмиссии, в зависимости от расстояния между трубками и заданных калибров. Вот здесь какой-нибудь есть такой расчет статистический, грубо говоря, в системе, где надо расставлять? — Нет, ну мы не делали, но это несложно сделать. Это как бы первый подход. В принципе, это все можно делать. — И не делали. — Не делали. — Ну, максимум такой эмиссии, ну, погонной, грубо говоря. — Да. — Какую можно получить? — Ну, вот это 10 амперный квадратный сантиметр. — Да, понятно, понятно. Но речь идет о десятках амперных квадратных сантиметров. — А ты кто-нибудь видел в порядке? — Нет, ну, видите, работ мало, они такие нечеткие, поэтому предварительные. Это просто вот смысл моей работы — обратить внимание общественности на эту проблему, а вовсе не решить эту проблему. — Ну, это правильное замечание. Вот, и возможно, что вот такой эффект хилинга, залечивания будет, и это интересный, так сказать, интересный аспект. Но мы этого не исследовали, потому что еще, как бы, еще технология не дошла до использования графена. Это вот просто призыв к экспериментаторам, может быть, что-то попробовать. — Деградация зависит не столько от тока, сколько от остаточного давления. Значит, если давление низкое, вакуум хорошее, то никакой деградации нет. — Ключевым понятием для объяснения полевой эмиссии является понятие работы выхода. Если мы говорим об аспектном отношении эмиттера, то мы подразумеваем, что эмиссия происходит из какого-то локального места на острие. Иначе смысла аспекта отношения нет. Это означает, что и работа выхода имеет отношение к этой точке. Вот вы, когда считали работу выхода, вы показали несколько объектов, для которых вы посчитали работу выхода. Это какая работа выхода? Какая-то усредненная или локализованная? Вы должны указать ту точку, из которой вылетают электроны, и показать работу выхода именно для нее, чтобы это имело смысл. — Это правильный вопрос. У нас есть расчеты для закругленных областей, есть расчеты для прямоугольных. Поэтому мы можем применить эти результаты и к прямоугольным объектам, и к закругленным. Никаких проблем здесь я не вижу. — Проблем действительно нет, но говорить о закруглении для атомарной плоскости, вы же говорите о графении. Говорить о кроме на слое атомов физически нереально. — Нет, Александр, это делается. Это никаких проблем. — Это сферический кое в вакууме. Значит, у вас когда есть атомная кромка, какой атомный слой, какая там кромка? Там нету ни кромки, ни нет. — Есть, есть кромка, и над ней работают, и придают ей нужную форму. — Ухорошо. — И есть круглое отверстие в графении. — Сферический кое в вакууме тоже есть. Поэтому, значит, ну вот у вас картинка есть, у вас вот графеновый такой кружочек. — Да. — Кните пальцем, в какой точке этого кружочка вы определили работу выхода. Вот круглый фрагмент. Где эта работа выхода? — Она здесь одинаковая везде. — Совсем везде. — Ну, он же симметричный. — Это физически абсурдно. Работа выхода — это параметр, который, например, определяется плотностью атомов, плотностью электронов. Поэтому есть совершенно огромное количество работ, где люди считают, на самом деле, понятие работы выхода к такому объекту вообще неприменимым. — Ну так неприменимо, если я могу его померить. — Ну вот так. Ну потому что откройте энциклопедический физический набор, и вы там проверили, что работа выхода только к твердому телу, конденсированному состоянию вещества. — Раскручивается дискотчий. — Значит, поэтому вот есть работы, где считается, огромное количество теоретических работ, где считается, ну, называют так работу выхода, но ее более правильно называют потенциал ионизацией. — Пожалуйста, пожалуйста. — Считается потенциал ионизацией вдоль километрии. — Да, пожалуйста. — Он имеет вполне определенную геометрическую зависимость. — Естественно. — Он в разных местах. — Поэтому мы конкретизируем структуру, для которой посчитанная. — В разных местах совершенно разный. Поэтому я попросил в круг красный. — Значит, раз вы не можете сказать, тогда это все не имеет вообще никакого смысла. — Нет, ну вот давайте так. Вот для круглого объекта он обладает симметрией, поэтому, значит, все вот эти точки, они одинаковые. — Работа выхода на плоскость будет отличаться от работы выхода на кромке. — А нас только на кромке интересует. У нас имитирует кромка, а не плоскость. — У микрофеновых эмитеров чем держат кромка на плоскость? То есть трубка, а у нее контактирует социализацией. — Сказалось, у микрофеновых эмитеров чем держат кромка на плоскость? — Ну как-то держатся. Вы знаете, там они не конкретизируют. Я говорю, что вплоть до того, что пальцем вдавливают, втирают и работают. — Я с вами согласен, но это направление находится на начальной стадии своего развития, еще ничего не развивается. — Нет, во-первых, вот здесь и есть представитель Александрович. У него самые первые работы были по существу на графеновых листах. — Это когда выращивают CBD, то вот эти кусочки просто выглядывают из поверхности пленки. — Во-вторых, делают отдельные кусочки. Значит, этот раствор с этими кусочками графена смешивается с полимером и получает пленку. И на поверхности просто видят, на поверхности пленки видят, вот эти кусочки выходят. — Да нет, Александрович, вопрос. — Нет, вы акцитируете работу экспериментальную. Там на самом деле надо к вам поаккуратнее быть, потому что там, вот я знаю, работа хорошо достаточно. Там исследуются эмиссии зонт, во-первых, из графена, который лежит на подложке. И он немножко с нее там задрали. — Но я именно это и сказал. — Ну, то есть там поле приложен перпендикулярно к графену. — Нет, правильно. Я именно это и сказал, что ориентация не очень-то определена, что они не такие, как у нас модели. — Правильно, я согласен с вами. — Нет, я именно это и сказал, что экскременты не обладают такой четкостью, которая обладает модель. — Ну, а не ответственность какая-то. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. —을 уже рассказывать. — Спасибо.